Всем доброго времени суток. Сегодня воскресенье, 23 октября, и мы будем анализировать график акций банка ВТБ. Перед вами месячный таймфрейм и скользящий средний ЕМА-200 и ЕМА-50. Важно здесь то, что для ЕМА-200 не хватает данных для построения, поэтому только ЕМА-50. Вот оно. Что можно сказать по данному инструменту? Здесь отчетливо виден долгосрочный медвежий тренд, потому что максимум каждый последующий ниже предыдущего. А минимум, допустим, если брать 2008 год кризиса, то мы уже его обновили. Цена как бы стремится к нулю. Также вот если брать вот скользящие, да, ну это как раз подчеркивает медвежий тренд, что выше ЕМА-50 мы оказываемся на коротких отрезках, а в основном торгуемся под ЕМА-50. И вот текущее снижение мне напоминает, ну, восьмой год, потому что как здесь цена падала, кризисный год, так и сейчас вот. Да, сейчас все как бы затормозилось, но вот эта вот свечка была как раз на геополитических событиях в начале года. И тогда против ВТБ вводились жесткие санкции. И вот эта вся ситуация кризисная, она здесь продолжается, тянется, и не видно еще завершения этому всему. Поэтому потенциал снижения, даже если брать, ну, вот эту вот первую волну, потом вот эта откатная, вот третья, там четвертая. И вот сейчас я вот вижу, что идет пятая волна, и она какая-то короткая. То есть можем уйти ниже. Это вот чисто на взгляд. Ну, давайте измерим линейкой. Вот восьмой год. Тогда мы упали на 90%. Сейчас. Ну, на 75. Да, это меньше. И это намекает о том, что потенциал снижения он также имеется. Давайте возьмем полосы Боллинджера. Здесь мы в моменте ушли в сильную перепроданность. Ну, на нижнюю полосу, да. Как это было, в принципе, в восьмом году. И потом еще был импульс вниз, сильный, к полосе нижней границы. И здесь вот видно, да, что запас по нижней полосе, он еще имеется. Также берем наш любимый индикатор. Это сетка Fibonacci. Вот. Возьмем с тенями первый импульс. Уровень золотого сечения здесь в районе одной копейки. Также смотрит ближе вот к этой нижней полосе. Ну, а если линейкой измерить эти 90% в восьмом, то вот здесь видно, да, что это также нижняя вот эта полоса. Как раз здесь. Убираем полосы. Давайте включим вот индекс доллара. Я тут нашел определенную корреляцию. Казалось бы, причем здесь доллар в мире и банк ВТБ. Ну, вот, например, когда доллар был минимальным значением в мире, акции банка, они были на очень высоких значениях. А вот сейчас доллар, он высок, как никогда, ну, за эти года. И акции банка находятся на минимальных значениях за все года. Вот те, что есть на графике. То есть обновили лои восьмого года. Ну, а если вы смотрите регулярно мои видео, у меня как раз по индексу доллара был ролик, где я рассказывал о своих ожиданиях. И здесь я вот вижу отчетливо, да, вот эти пять волн. То есть вот это пятое идет. Понятно, что мы сразу не будем падать. То есть какое-то время, я думаю, мы здесь попилимся. Может полгода, может даже чуть побольше. После такого роста сильного, как правило, цена не сразу падает. Но в своих ожиданиях по индексу доллару я там озвучил, что жду долгосрочную такую девальвацию доллара в мире. То есть это совершенно противопоставление тому, что было вот здесь эти все года. Соответственно, и по ВТБ также был медвежий тренд долгий. И что касается перспектив, многие, возможно, не видят их в этом инструменте, да, именно в акции ВТБ. Но если доллар будет долгосрочно девальвироваться, то я считаю, есть шанс потом после вот такого сильного снижения цены, да, даже с учетом того, что какая, ну, проблемная компания, так как она не славится хорошим отношением, ну, к акционерам. И вообще банк, он не на слуху в плане того, что вот всегда хайп вокруг Сбербанка. А у нас как-то ВТБ остается в тени. Но это также важная организация для нашей страны. И ипотек много выдает, и кредитует промышленность, бизнес. Поэтому здесь главное, считаю, выжить компании в кризис. А уже вот такие факторы, как девальвация доллара, заставят акции переоцениться. Потому что всем трендам когда-то приходит конец, в том числе вот медвежьим. И закрепившись выше Яма 50-е, мы можем спокойно потом вырасти. И начать обновлять уже вот эти вот прошлые максимумы, да. И давайте включим полосы Боллинджера и рисование. Если подводить итог, то ожидаю торговли в довольно широком диапазоне. Потому что потенциал снижения есть. Это меньше копейки. Это 0,05. До, ну, вот этих получается, это ниже 2 копеек. Довольно широкий диапазон. Но я постепенно, очень маленькими порциями уже сейчас начинаю покупать данный инструмент, так как он не на хайпе. Поэтому главное сейчас для компании это пережить кризис. Риски, они здесь высокие. Тут не нужно как бы смотреть только на график. Мы уже поняли, да, что есть и делистинг компании с биржи, есть реорганизации, есть там заморозка. То есть куча всяких рисков, которые не связаны просто с анализом графиков. И здесь я считаю важно не нарушать риск менеджмент. То есть какую-то часть небольшую от капитала я вот выделил. И растягиваю эти покупки во времени, вот даже вот в рамках стратегии, которую веду в Тинькофф Инвестициях. Поэтому и дальше продолжу набирать эту акцию, когда особенно она будет приходить ниже текущих отметок. Диапазон, да, вот в принципе комфортный для себя я вот назвал. Всем пока!